Всех приветствую, ребята, на канале Евгеньевича. Как всегда, мы находимся в игре Farming Simulator, но на данный момент, друзья, у нас появилась неожиданная новость и анонс. Значит, лежу я, отдыхаю, и как снег на голову свалилась новость о том, что Geans Editor анонсирует выход в Farming Simulator 2023. Я не знаю, в честь чего они это сделали, потому что все-таки уже практически средина года, и данная игра выйдет 23 мая. Из того, что известно на данный момент, ребята, то, что будет доступно 14 новых культур, они обещают какие-то новые механики. Понятное дело, да, что будет переделанная графика. Значит, помимо этого всего, они анонсируют нам новых животных. Это будут куры, как можем видеть на скриншоте, да. Также будут какие-то новые цепочки производств, которые нам уже давно известны в FS20 модовской, да. Но здесь они будут реализованы уже официально. Помимо этого всего, ребята, они также обещают лесозаготовку, как можем видеть сейчас на скриншоте. И, кстати, как говорят разработчики, у нас будет доступ к сразу двум картам. Одна будет на европейскую, вторая на американскую тематике. Значит, буквально час назад вышла новость на новостном портале, да, что Geant Software анонсирует Farming Simulator 2023 для мобильных устройств, а также Nintendo Switch. Здесь они говорят, что игра является прямым преемником Farming Simulator 2020, что и, в принципе, не странно. Также будет доступно порядка 100 оригинальных транспортных средств. Так, дальше. Чтобы этот новый опус соответствовал версии для ПК, будет новая игровая механика. Такая, как производственные цепочки, которая позволяет игрокам производить муку из собранной пшеницы, продажа хлеба или даже деревянную мебель. И даже одежду из шерсти овец и так дальше. Будет виноград, сарго, оливки и также 14 новых культур. Ну, все это мы могли видеть, ребята, в модах на FS20. Но вот есть большие сомнения в том, что моды будут доступны на FS23. Потому что, все-таки, действительно много было лазеек в FS20. И, как бы, разработчикам не совсем выгодно, да, давать эту возможность в открытый доступ, да. Потому что, ну, не будет совсем никакой финансовой прибыли, если они трудятся над игрой, да. И, вследствие, она просто уходит в свободное плавание. Все делают какие-то моды для себя, да. И нету никакой выгоды. Поэтому, не знаю, ребята, говорить пока что еще рано, нужно ждать. Три месяца, там будет уже видно. Ну, и также никаких сомнений не остается в том, что игра выйдет со стопроцентной вероятностью. Потому что мы можем видеть, что она уже доступна, как бы, по предзаказу в сервисе Google Play. Следовательно, ребята, мы можем здесь установить, как бы, ранний предзаказ. И, соответственно, 23 мая, когда игра выйдет, мы можем ее сразу же автоматически установить. Вот по поводу того, будет ли она платная, либо же нет, этого неизвестно. Я, как сказать, не могу. Ну, остается подождать буквально три месяца. И мы все с вами это, ребята, узнаем. Поэтому остается только ожидать. Ну, а вам, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте пальцы вверх. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу выхода данной игры. Ну, и всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok